Я бы хотел сначала поговорить о том, что сегодня происходит в России. Вот как ты видишь состояние экономики, состояние военной машины и состояние политической элиты? Что происходит? Политической элиты практически нет. Это административный предаток Кремля и лично Владимира Владимировича Путина. То есть нет никаких сил, которые могли бы бросить вызов Путина в обозримой перспективе. Здесь можно рассчитывать только на черные лебеди. Но если с Путиным что-нибудь случится, то все равно у власти останется команда, которую он привел и сформировал, с оговоркой про то, что у них, конечно, у его наследников не будет такой личной заинтересованности в украинской войне, как у него, поэтому здесь возможны более или менее существенные подвижки. Но никакого качественного сценария, который позволил бы планировать и прогнозировать перемены, нет и не может быть. То есть скорее, на мой взгляд, оппоненты, вот я давно предлагал, еще 10 лет назад, например, сделать очень простой ход, можно было убрать Владимира Владимировича Путина всего за 18 миллионов евро, бюджет проекта. Проект был такой, причем проект сработал бы на 146%, я не сомневаюсь. В Венеции есть дворец, он называется Кадарио, дворец Дарио, ни один владелец которого в 20 веке, с начала 20 века, не умер своей смертью. Он продается уже давно за 18 миллионов долларов, за 18 миллионов евро, его никто не покупает. И когда Вуди Алин, всемирно известный режиссер, один из моих любимых режиссеров, решил купить этот дворец, то посланный им из Милана адвокат по дороге попал в автокатастрофу и не доехал до места заключения сделки. Тем самым была спасена жизнь Вуди Алина. Вот берется дворец, и покупателей, разумеется, нет и не будет. Берется дворец, покупается, оформляется на Путина так, чтобы он о нем не знал, и делал в шляпе. При том, что два соседних дворца принадлежат другу Владимира Владимировича Путина, известному дирижеру Валерию Абисаловичу Гергиеву, который якобы получил их в наследство в Венеции от своей японской поклонницы. Она же венецианская графиня. Так это или нет? Или это схема отмывания денег? Естественно, мы пока не знаем, но, может быть, когда-нибудь и узнаем. Другой практический сценарий смены власти в РФ. Ты, наверное, обратил внимание, как и я, что в последнее время многие члены королевской семьи Великобритании начали тяжело болеть. Сначала заболел король Карл Третий, потом Кейт Меддлтон, принцесса Уэльская. Кейт просто без Меддлтон. А тут еще принцесса Анна, сестра короля упала с лошади и проходит тяжелый курс лечения. И конспирологически настроенные источники считают, что это дело рук Меган Маркл, изгнанной из королевской семьи, которая скоопировалась по этому поводу с колдунами Вуду, находящимися на Гаити. Вот тоже. Почему бы, так сказать, не привлечь на сторону Меган Маркл и колдунов с Гаити? Но если оставаться в рамках политического поля, то, к сожалению, сценариев смещения Путина нет. Тут остается уповать только на Всевышнего. Что касается экономики, то, естественно, она получила определенный подогрев за счет увеличения военных расходов, но этот рост во многом иллюзорен, поскольку происходит перераспределение средств в рамках одного и того же государственного кармана. То есть этот экономический рост во многом носит статистический характер, как, в общем, любой экономический рост. Я никогда не был адептом теории, согласно которой экономический рост сам по себе является какой-то животворящей силой, которая может перевести народы в новые измерения, дать им свободу и демократию и так далее. Тем более, что в закрытых обществах, в авторитарных и тем более тоталитарных государствах посчитать любую статистику, естественно, государственные организации могут так, как это нужно политическому руководству. И проверить это возможно, но с риском для жизни или, по крайней мере, свободой, если находиться внутри этих государств. Поэтому просто из государственного кармана из одного перекладывается в другой. Поэтому, как правильно отмечают и представители, собственно, финансовых властей РФ, типа председателя Центробанка Набиульной, это все, так сказать, ведет только к инфляции, к снижению производительности труда, поскольку экономика становится все менее конкурентной, ибо военно-промышленный комплекс, монополин, разумеется, он находится во внеконкурентной среде, и дефицит квалифицированных кадров, отток которых из страны продолжается. Поэтому здесь вот это военное кинстианство, широко разрекламированное Кремлем, хотя Кремль сам этот термин не использует, в который многие поверили, это, в общем, фейк. Ну, то есть ничего существенного не происходит, тем более мы до сих пор не знаем, сколько на самом деле Российская Федерация в состоянии производить новых вооружений. Недавняя развернутая статья на эту тему в экономисте сказала нам, что под видом новых часто поставляются просто старые советские вооружения со складов. Неизвестно, сколько миллионов снарядов поставило КНДР, ракетных систем, залпового огня. Неизвестно, сколько передал Китай, который формально полностью отрицает, какую бы то ни было помощь Российской Федерации летальными вооружениями. Но как оно на самом деле и не оказывается для помощи через третьи страны, мы пока тоже точно сказать не можем, поскольку китайцы, китайцы гений формальности. Может быть, формально действительно ничего не поставляется, а фактически, может быть, что-то и поступает. Поэтому, но вместе с тем, Путин же сознательно много лет идет путем изоляции и самоизоляции. Это процесс гораздо более широкий и глубокий, чем просто экономические санкции. Вот бункеризация Российской Федерации и лично Путин – это процесс и психологический. Это попытка отделиться от враждебного мира источника рисков и угроз. Здесь во многом, конечно, Путин давно был к этому готов. Но катализатором этих его настроений, а тем самым и решения о полномасштабной агрессии против Украины, была эпидемия COVID-19, когда неожиданно выяснилось, что ключ к спасению собственного здоровья – это самоизоляция. Потом выяснилось, что это не совсем так, и нас запугали тем, чего не было. И сам глобальный локдаун, он же карантин погубил гораздо больше людей, чем коронавирус SARS-CoV-2. Но Путин, видимо, в этом подтверждение своей теории. Только если ты отделен от внешнего мира, ты можешь минимизировать риски. В том числе главный из них – риск смерти. И он сознательно идет этим путем. И сейчас у него новый повод для торжества. Вот только что был глобальный IT-сбой, связанный, значит, с каким-то там помрачением системы безопасности, разработанных дочерней структурой корпорации Microsoft. Зависли 80,5 миллионов компьютеров по всему миру. Перестали летать самолеты. В Израиле, значит, отключились какие-то автоматизированные системы управления больницами. В аэропорте Нью-Дели весь мир обошла эта картинка. На табло это была просто доска, на которой писали мелом. А вот в России ничего не сломалось, потому что Россия отделила себя от этого глобального мира еще раньше. Я думаю, что все равно что-нибудь могло сломаться. И все равно, естественно, Российская Федерация с учетом ее ресурсов, как трудовых, так и технологических, не в состоянии создать никаких IT-систем, конкурентоспособных по отношению к ЗАПу. Это очевидно. Ну вот локальный пример показывал, что путь самоизоляции полезителен. И дальше Российская Федерация будет продолжать им идти. Поэтому это путь постепенного и последовательного херения и упадка. Но конвертируется ли это херение и этот упадок в какие-то мощные перемены на нашем веку, скажем так, мне сказать затруднение. Конечно, если не прибегать к помощи Дворца Дарио и Меган Марк. Я хорошо помню наглую, самоуверенную рожу Путина, когда он фактически объявлял Украине войну. Это ночное его обращение, когда уже русские ракеты бомбили Украину и танки пересекали границу с Украиной. И вот прошло более двух с половиной лет, и он уже все чаще говорит о том, что нужно садиться за стол переговоров. Но от хорошей жизни он же не пойдет за стол переговоров, значит что-то не так идет, значит не все так хорошо у него, как кажется. Ну тогда он был преисполнен наглости и самоуверенности, потому что он считал, что война займет максимум две недели. А Киев ему удастся овладеть за несколько дней, поэтому он действительно считал это небольшой масштабной войной, а спецоперацией, как он это и назвал, и от этого названия он не отступает. Кто бы что ни говорил, а если он употребляет слово война, или если его верные и преданные клевреты говорят война, то они имеют в виду совсем другую войну. Ту войну, которую Запад во главе с США объявил Россией, которая носит оборонительный характер и будет продолжаться еще сколь угодно долго. По крайней мере, пока Путин остается у власти, поскольку война это важнейшее оправдание и обоснование путинского режима в его нынешнем виде. Того тоталитаризма, который Путин установил в Российской Федерации в последние годы, так сказать. Ну нельзя выйти, поскольку война нас уничтожит и порвут на части. Поэтому по-другому быть не может. Но сейчас ведь он предлагает не просто переговоры вообще, он предлагает их на определенных условиях, которые он сформулировал незадолго до конференции в Бюргенштоке в середине июня. И мы помним эти условия. Надо сказать, что как истамбульские соглашения 2022 года, как и минские соглашения 2014-2015 годов, эти условия охватывают в первую очередь внутреннюю ситуацию в Украине, на что немногие обращают внимание. Мне приходилось еще в тот период с 2014 по 2024 годы не раз привлекать внимание общественности, а общественность не хотела увязать в таких тонкостях и мелочах, что главное в минских соглашениях – это не судьба ДНР, ЛНР и Крыма. Главное, что должно быть самой Украины. И из минских соглашений вытекало, что РФ фактически имеет право вета на целый комплекс суверенных решений Украины. В стамбульских соглашениях главная была отнюдь не линия фронта, а наше соприкосновение, как это эротически называется. Надо сказать, вот сейчас все говорят, ах, как же отказались от стамбульских соглашений, а можно было вернуться к линии 24 февраля 2022 года. Но при этом почему-то забываешь, что основное было про другое. Основное было про радикальное сокращение вооруженных сил Украины, которые становились с тех пор недееспособными в самостоятельном режиме. Основное было про систему гарантов безопасности, где правом вета были наделены РФ и Беларусь. А значит, при любой попытке повторения вооруженного вторжения Украина не сделала бы уже ничего против этого вторжения. Основное было про определенные элементы внутренней политики Украины, в частности, запрет украинского национализма, что довольно странно для национального государства. Ни в каком национальном государстве национализм не может быть запрещен, поскольку является одной из доктринальных основ этого типа государства. То же самое здесь. Дело даже не в четырех аннексированных РФ-регионах, которые Путин хочет получить полностью, включая города Херсон и Запорожье. Дело все в тех же требованиях внутренней политики Украины, в твердом отказе от вступления в НАТО, и, в общем, к тому, что Путин хотел бы вести переговоры в Киеве с совершенно другой властью. Он исходит с этого совершенно серьезно. Именно поэтому он постоянно педалирует тему нелегитимности Вадима Александровича Зеленского и стечения сроков его полномочий. И поскольку Путин по типу мышления индуктивист, он любит сценарии, которые когда-то у кого-то получались, не обязательно у него, но которые зарекомендовали себя в истории эффективно, то есть в его понимании один и тот же снаряд может бесконечное число раз попадать в одну и ту же воронку. Скорее наоборот, он считает, что при смене воронки возрастают риски того, что снаряд не попадет. То если удалось когда-то при бегстве Виктора Федоровича Януковича избрать Александра Валентиновича Турчинова спикером парламента, а потом его президента, то такой фортили ему удастся повернуть и сейчас. Особенно если Дональд Трамп становится президентом, например, сливает Зеленского. Потом кто-нибудь из депутатов Верховной Рады становится спикером и его президента. Ну, естественно, это не Стефанчук, который твердая и неотъемлемая часть команды Зеленского. С этой новой властью, которая не несет на себе никакого бремени и обязательств прежней, Путина ведет переговоры. Он этого и хочет, и в этом смысле он не торопится сесть за стол переговоры. Он просто всегда это подчеркивает, чтобы показать, что он-то миролюбив и миротворец. Это вот Зеленский и Киев не хотят никаких переговоров, постоянно педалируют тему границ 1991 года и так далее. Поэтому переговоры невозможны, и Путин будет Украину дожимать. Дожимать не значит оккупировать всю территорию Украины, идти на Киев и вообще существенно расширять, на мой взгляд, ареал нынешнего контроля. Это слишком дорогостоящее. Нет, расширять – это значит доводить Украину до полного изнеможения, в первую очередь путем уничтожения критической инфраструктуры, в первую очередь энергетической, тем самым вогнать Украину в тяжелейшую зиму, равной которой еще не было, и по весне убедить Украину в том, что никаких вариантов, кроме как, согласиться с рядом принципиальных условий Путина у Киева нет. А до весны он может потерпеть. И до инаугурации Трампа уж точно может потерпеть, если исходить предположение, что Трамп как-то пойдет ему навстречу, что, а, Трамп станет президентом, пока я не стал бы забегать вперед, хотя сейчас Трамп варит бесспорно, но всякое бывает в жизни. И, Б, что Трамп пойдет ему на уступки. Ты, может быть, слышал когда-нибудь мой любимый анекдот про блондинку и динозавра, который в точности описывает систему политологических прогнозов. Вот блондинку спрашивают, с какой вероятностью можно встретить на улицах, например, Нью-Йорка, динозавра. С вероятностью 50%, отвечает блондинка. Или встретишь, или не встретишь. Вот Дэниел Фрид, один из видных представителей американского глубинного государства, Грипп Стейт, ключевой идеолог экономических санкций в отношении РФ при президенте Бараке Обаме, недавно дал развернутое интервью, я не помню, кому, не важно, важному какому-то серьезному изданию, в котором... Я знаком с ним. Да, ну, Дэниел Фрид известный человек, мастодонт настоящий. Значит, в хорошем смысле. Его спрашивают, как вы думаете, какая будет политика Трампа в отношении Украины? И Дэниел Фрид в точности по анекдоту про блондинку и динозавра говорит, ну, вариантов два. Или Трамп сдаст Украину, или, напротив, резко увеличит ее военную поддержку. Поэтому сегодня никто не знает, что будет делать Трамп. Да, так сказать, в какую сторону он двинется, поскольку мы знаем... И тут ведь в чем загвозд. Потому что все рассуждения о том, что Трамп фашист, который уничтожит американскую демократию, или наоборот, что он ангел, который сделает Америку великой, такой великой, какой она еще никогда не была, они относятся не к человеку, который с луны свалился, а который уже четыре года был президентом США. И как действует Трамп, как он мыслит, мы примерно знаем. Мы это наблюдали своими глазами. Мы знаем, что это типичный, так называемый, демонстративный тип личности, более грубо именуемый истероидным, именно поэтому я не хочу использовать этот термин. Ничего обидного в этом нет, это просто психологический термин. И который принимает решение отхок по ситуации. Он не мыслит, как правило, стратегии. У него есть некоторые стратегические представления. Ну, например, конечно, сюжет, связанный с Израилем и евреями, для него стратегический. Сюжет с тем, чтобы отомстить Байдену, для него тоже стратегический. И хотя он обещал на съезде в Милоке не касаться этой темы, а произнести такую общепримиряющую, общеукрепляющую по Владимиру Семеновичу Высоцкому речь, но нет, он не удержался от этого, и в второй части речи сорвался на проклятие в адрес Байдена, чем показал, что в сердцевине своем не меняется, несмотря на драму с покушением. Это все тот же известный нам Трамп, к сожалению или к счастью, но это так. И то, что он идет к президенту на волне определенного запаса мстительности, мщения, рессентимента, это не очень хорошо. Там есть и хорошие моменты, есть плохие, мы можем их обсудить. Это относится к плохим моментам. Но Украина это не стратегический вопрос, он будет решать его по ходу дела. Его заявление о том, что он прекратит войну, защитные часы, разумеется, не основаны ни на каких конкретных расчетах и умозаключениях. Это заявление эмоциональное. Как и всегда у такого типа личности, я вам все дам и сделаю. Согласись, что и предвыборные обещания Владимира Зеленского, которые относятся к такому же точному типу личности, не обязательно соответствовали тому, что он реально собирался делать, и делал уже, став президентом, и не обязательно он помнил о них на следующий день, после того, как эти обещания провозглашались. Это в полной мере относится и к Трампу. Поэтому никто сегодня не знает, что он будет делать. Это станет понятно по ситуации тогда, когда он же и в случае, если он придет к власти.